Приветствую любители Москвы! Ну и последняя станция на красной ветке, собственно она красная, между прочим, с красными такими панелями стеновыми путевыми, это коммунарка. Это последняя станция вот этой ветки, видите, надпись. Ну и станция, ну по сравнению с другими, все-таки, ну да, она конечно хайтековая, понятно, но все-таки она хоть как-то оформлена, но более или менее ничего, все-таки что-то в ней как-то есть, по крайней мере, да. Ну видите, да, она колонна белого мрамора, она, кстати, подземная уже, да. Ну дальше как ольховая, она ольховая почти над землей, а это все-таки чуть-чуть углублена побольше. Вот, есть колонны, да, из белого мрамора, есть стеновые панели красные. Ну и вверху, обратите внимание, там такие вот светильники, они находятся за решетками, что, кстати, тоже довольно символично. Видите, решетки и вот за ними светильники. Ну тоже как бы такой вот декоративный элемент. Видите, идущие вот эти светильники, они идут через всю платформу. Но не только платформа, они тоже здесь, видите, вот на подъеме, вот выход. Ну, собственно, выхода здесь как бы формально два, ну, то есть они как предусмотрены два, но по сути сейчас он только один, вот только один вот этот выход, потому что второй он пока не действует. Второй находится тоже между вот этой автодорогой, которая пока еще строится, вот эта от Солнцево, она в Бутово и дальше будет идти к Варшавскому шоссе. Ну, пока второй выход не открыт, возможно, он зарезервирован и потом его откроют. Ну, потому что пока народу там практически нет, никого, никто не живет. А потом, когда жилые комплексы построят, то, соответственно, и тот выход тоже ведут. Потому что многие недоумевают, задаются вопросами, как можно открывать станции метро, чуть не сереть поле, вокруг ничего почти нету, да. Ну, это же Новая Москва, по-прежнему, да, здесь фактически два района стыкуются, Новомосковский округ и Троицкий. Вот, ну, непосредственно эта станция находится в Новомосковском округе, но рядом фактически Троицкий тоже коммунарка, вот это бывший поселок коммунарка Ленинского района Московской области, вот который был присоединен к Новой Москве в 2012 году, вот он является, вот эта коммунарка, она является административным центром двух сразу районов, и Новомосковского округа, и Троицкого. Вот, так что тут как бы вот стыкуются два района. Ну, так вот, и в Новомосква она же фактически только продолжает застраивать, и тут еще, можно сказать, масштабы-то какие, огромную территорию отхватили до Калужской области, и поэтому постепенно все это будут застраивать, и специально строят, именно специально, да, для того, строят вот в таких местах, где еще пока не обжитые места, а фактически такие вот во многом не застроенные, да, бывшиеся искрительственные поля, именно для того, чтобы, соответственно, вот тут построить в дальнейшем большие жилые комплексы. И процесс этот тоже идет, и вот здесь вот как раз около метро коммунарка, как раз строится сейчас жилой комплекс Москвичка, я не знаю, какой, вот видите, это автодорога, вот она, видите, это вот дорога от Солнцева до Бутова, вот она здесь пока фактически заканчивается, вот, то есть пока еще продолжения нет, вот от Солнцева до сюда построили, до коммунарки, все пока, а дальше ее будут строить туда дальше до Бутова, она уже строится, и дальше будут продлевать до Варшавского шоссе. Ну, привычная картина, да, плитка сплошная, отсутствие фактически зелени вокруг метро никакой, зато скамеек полно, и на них фактически никто не сидит. Здесь же перехватывающая парковка, вон она, видите, там находится ту же автобусная станция, ну, вся одна и та же картина, все единообразно, усредненно, все как практически сейчас везде у нас уже принято, в Москве стало, ну, по крайней мере, новых станций метро это точно, ну, у старых пока еще, так сказать, где как, где-то уже все посносили, примерно такой же пейзаж, ну, где-то еще все-таки сохраняется что-то и более такое теплое от прошлого. Вот зато дорога строится жилой коммунец «Москвичка» со странным таким дурацким, конечно, названием, потому что, ну, что значит «Москвичка», а там будут только женщины, что ли, жить, а москвичи там не будут только, вот, непонятно как-то, вот, или у нас теперь квартиры только женщины покупают. Ну, странно, конечно, какое-то название, ну, «Москвичка»-то это понятно, что тут уже все жители, они стали москвичами, да, бывшие подмосковные жители, вот, а все, кто будут селиться, это название, оно понятно, что-то как бы намекает на то, что хоть это, так сказать, и уже за пределами Кольцевой, да, хоть это и Новая Москва, но это именно Москва, это понятно. Ну, почему именно «Москвичка»? Да, ну, странно. Вот, значит, ну, естественно, как видите, искать тут какие-то достопримечательности в таком районе, в Новой Москве, и уж тем более тут около новых станций метро, ну, как-то, наверное, бесполезно, да, это очень сложно, поэтому, соответственно, здесь как-то особо смотреть, наверное, нечего, и в коммунарке, и уж тем более около метро. Ну, вот здесь, видите, небольшой лесопарк, и я думаю, что его вырубят, конечно, вот, в этом мало сомнений, это аж как вырубят, здесь же тоже лес был, все же вырубили, где метро, вот это было, где дорогу строили, здесь был лес, поля сельскохозяйственные были, а все вырубили, вот, уже, видите, стоянку построили, метро, дорогу строят, также вырубят, скорее всего, тот лесопарк, который здесь примыкает. Вот, еще пока остался, да, скажем так, от подмосковных времен, ну, потихоньку все это будут вырубать, и, конечно, все будут здесь застраивать, здесь будут строить транспорт-пересадочный узел, потому что рядом строят еще тоже одноименную станцию метро Коммунарка, уже Троицкой линии, здесь будет пересадка с вот этой вот конечной станции, вот этой вот красной ветки, Сохольнической, на Троицкую линию, новую, которую сейчас строят довольно активно, и вот будет, то есть эта станция, она будет пересадочная. Ну, и тогда же откроют второй выход как раз, вот он будет находиться непосредственно вот в проеме между двумя проезжим часами вот этой автодороги Солнцево-Бутово. Вот, так что, вот она, автостоянка здоровенная, большая, но тоже на перспективу, да, вот. Поэтому, ну, все, что вот, в принципе, здесь вот можете посмотреть, можете, конечно, в этот лес пойти, но он такой, знаете, не облагороженный, просто погулять, конечно, можно, но так особо не углубляться. Но обратите внимание вот на эти вот домики, вот эти домики, которые были построены в 1938 году, их несколько домиков двухэтажных, в них живут люди по-прежнему, да, им уже почти сто лет. Вот они, пожалуй, являются все-таки, ну, в некотором смысле достопримечательностью. Непосредственно, как видите, около станции метро, то есть мы всего пять минут прошли буквально, там, три-пять минут от метро, и вот такие вот домики. Это Фитаревская улица называется, называется Фитаревская. Был когда-то здесь село Фитарево, сейчас его уже нету, вот, ну, когда-то вот на месте коммунарки, этого поселка коммунарки, ныне просто часть Москвы, и, соответственно, вот, было село Фитарево, и также Столбово. Вот, ну, и вот здесь вот непосредственно, поэтому эта вот дорога вела к Фитарево, здесь были, естественно, деревянные дома преимущественно. Вот, ну, и потом уже возникла коммунарка, коммунарка возникла в советское время, ну, понятно, название оно как бы само собой. Здесь вот что-нибудь красиво, во-первых, сами домики, а во-вторых, вот это вот приусадебные такие вот участки. Видите, какие красивые зелени? Здесь прям все эти дворки, они буквально утопают в этой вот красивой зелени. Здесь очень хорошо погулять. Ну, да, вырубили, конечно, здесь видно, подрубили, всю эту плитку, конечно, положили, скамейки, все это понятно. Но все-таки тут еще много что и осталось. И сами по себе, кажется, домики, они тоже очень красивые. Их тут буквально несколько, там, не то пять, не то шесть, но они очень красивые. Вот тут и вот еще здесь тоже вот эти, видите, домики. Вот они, видите? И все. А дальше там уже обычные пятиэтажки 90-х годов, ну, и более крупные дома, там уже большие такие жилые дома, которые построены не так давно, поэтому они, конечно, интереса не представят. А вот эти вот красивый такой уголочек, такой маленький, причем эти дома, они попали в реновацию, но якобы их не будут сносить, а будут реконструировать с отселением жителей, а потом они уже въедут, вот так сказать, в отреставированные дома. Ну, не знаю, верится с трудом, но может быть так и будет. Ну, это уже пятиэтажка, она обычная, вот, по-моему, 60-х годов уже. Тут ничего интересного нет, таких мы и в Москве можем полно увидеть, да, и во многих других городах, в том числе Московской области. Но вот этот уголочек зеленый рядом с двухэтажками, это действительно вот очень красивый уголок, и здесь бы я рекомендовал погулять. Ну, и сейчас мы еще дальше вот за этой пятиэтажкой, там еще есть продолжение, и небольшой тоже такой скверик на речке Фитаревке, которую еще называют Малой Сосенко. Вот, тоже я бы рекомендовал продолжить прогулку, вот здесь погулять, и еще дальше там, ну, здесь самое лучшее место. А дальше там уже, типа, такого небольшого парка, как бы парка. Ну, по сути, это просто тоже такой скверик, но там уже не так комфортно, не так красиво, как здесь. Потому что там уже фактически современно. Здесь-то вот это еще все формировалось еще больше ста лет назад, рядом с лесным массивом. Конечно, тут очень красиво. Вот, ну, а дальше там уже таких скверов мы можем видеть и в Москве по уголку. Вот таких-то мало уже осталось. Хотя, конечно, есть еще, слава богу, и в Измалове, и в Пероеве встречаются. Но все меньше и меньше. А вот здесь вот еще сохранился. Вот, ну, и дальше вот можно плавно за пятиэтажку вот перейти в этот так называемый сквер на речке Малой Сосенко. Ну, и там уже, видимо, уже большие жилые микрорайоны, которые, кстати, построили совсем недавно. Вот, видите, о чем мы только что говорили, да, что постепенно все эту территорию будут застраивать. И вот уже процесс мы видим. То есть, эта коммунарка, она же была из малоэтажных домов. Вот поселок возник коммунарка в 20-е годы прошлого века. То есть, ему, в общем-то, около 100 лет, даже чуть поменьше непосредственно коммунарки. Да, и здесь был животноводческий совхоз, ну, который назывался сначала Столбово, по деревне, в которой, собственно, находился. А потом Феликс Дзержинский его решил назвать коммунарка в честь, собственно говоря, парижской коммуны была такая. Были такие революционеры, которые в Париже создали такую революционную партию, революционеры, революционное правительство еще в 1871 году. Вот. Ну, и они хотели установить диктатуру пролетариата. И они, как бы, считались французы, вот эти вот парижане, члены коммуны, они были предвестниками Октябрьской социалистической революции. Поэтому в советское время их очень сильно почитали, их везде изучали, в курсе истории. Прямо они просто были примером, ну, и для отечественных наших революционеров, которые тогда еще в начале 20 века бурлили в конце 19, начале 20. Ну, и потом их всегда в пример ставили, как вот предвестники, скажем так, буревестники революции, да, 17-го года. Ну, как-то так. Поэтому так вот и назвали. Ну, и после этого около этого совхоза был уже поселок, постепенно стал разрастаться, и в итоге вот, да, находился сначала в Подольском районе, потом в Ленинском районе Московской области. Вот, до 2012 года, когда ушел став в Новую Москву. Здесь строят дорогу. Вот, кстати, еще, вот, пожалуйста, помимо жилых комплексов строить. Вот, новую школу построили, открыли в прошлом году, кстати. Видите, какую здоровенную, большую, огромную школу. Я против строительства больших школ. Я считаю, что школы должны быть маленькие, классы должны быть маленькие. С каждым учеником должна быть индивидуальная работа. Не надо вот это все. А у нас, наоборот, гигантизм. Чем больше школы, тем лучше. Вот. Ну, и дорогу тоже опять строят. Это Ясную улицу продлевает. Там Ясная улица, и ведут к трассе как раз Солнцево-Бутово. Ну, и вот такой, видите, небольшой скверик. Кто тут может погулять? Но здесь, конечно, уже совсем не те уголки, которые там вот около двухэтажек. Здесь, как видите, очень много отрытых пространств. Поврубали все. Газоны такие полуубитые. Ну, может, чуть получше, конечно, чем в Москве. Не совсем уж все плохо. А вот там, видите, жилые комплексы. Вон они. Квартал А101 называется. Чуть подальше. Гарден парк Эдальго. Дурацкие, конечно, названия. Есть жилой комплекс Магистр. Это все дома были построены где-то с 2012 по 2015 годы. Ну, и, в общем, потихонечку все это разрастается. Тут еще какие-то сохранились старые склады, я так понимаю. Вот это вот, видите, на переднем плане. Ну, а в сквере, видите, это самые детские спортивные площадки. Вот эти виселица-фонари. Плитка, конечно, везде. Вот цветники одноразовые, которые сегодня и завтра нет. Все это тоже искусственно, конечно, высаживается. Это не естественные цветы, это все искусственно. Ну, то есть цветы, ну, тюльпаны, я так понимаю, разных цветов. Ну, дай бог, чтобы хоть этот сквер сохранился, а то и тут мог все понастроить. В общем, в итоге строить, да, будут все. То есть там чуть подальше, Бунинский лугас строится, жилой комплекс. В общем, все это. И эта коммунарка, она выросла, конечно, очень сильно. Буквально за последние 10 лет. То есть, если вот до вхождения в Москву в ней проживало где-то 5, ну, примерно 5 тысяч человек, то вот сейчас в ней проживает около 50 тысяч человек. То есть, грубо говоря, население вот за 10 лет выросло примерно в 10 раз. Вот как вам так. Потому что вот эти дома же понастроили, вот эти все жилые комплексы-то. Вот. А посмотрите, сколько в них народа живет. Ну, вот вам, пожалуйста, вот такая огромная прибавка. Вот. А будут еще комплексы строить, естественно, все больше, больше, больше. А куда все люди пойдут? А пойдут на метро. А метро и так распирает уже. Ну, вот. Представлять, что будет твориться, да. Буквально через какой-то... Да, уже сейчас в часы пик тут довольно много народу. А что будет дальше, там, да. Трудно себе представить. Ну, вернее, представить можно, но как-то, в общем, хорошая картина не вырисовывается при этом. Ну, вот, как-то так. Так вот, собственно говоря, больше здесь смотреть нечего. А дальше там жилые микрорайоны. Вот это новое, так называемое, новая коммунарка, да. А дальше через них можно пройти к старой коммунарке. Там, ну, больше пятиэтажек. И такие советские еще дома в основном. Вот еще, которые тут со времен Московской области остались. Ну, в принципе, их тоже можно найти. Ну, пожалуй, ничего интересного там особенно нет. Хотя, конечно, в принципе, можно дойти до прудов. Там есть пруды. Тоже небольшая такая около них территория для отдыха. Ну, в общем-то, если желание есть, то можно погулять. Но это уже, извините, находится не около метро. Мы все-таки гуляем около метро. Ну, вот около метро, это все, что вот самое главное, это вот я показал. А дальше там уже, если время есть, желание, то туда дальше можно погулять по всей коммунарке. Но это уже не около метро, скажем так. Это намного дальше. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова